МТУ Ну, тогда ладно. То есть, в принципе, все довольно просто. МТУ играет первый номер, МТУ выигрывает. Если, может быть, РХТУ будут играть первый номер, у них будет лучше, потому что в обороне у них поначалу довольно много бреши, и находили МТУ ключи к сейфу такому, и легко выиграли игру, несмотря на то, что РХТУ очень поздно спохватились и попробовали немного защищаться. Сейчас у синей стороны намного больше винрейт, поэтому сейчас все хотят играть на синей стороне, на красной как-то не особо получается пока, при том, что РХТУ... Кроме Роксов. М19. Подожди, а сколько Роксы на синей стороне выиграли матчей? На синей сколько выиграли? Две на синей. На синей выиграли два, но тут же вопрос в том, сколько выбирали. А выбирали? А выбирали почти все время красную сторону. Вот так вот. Выбирали красную сторону, и один-два проигрывали, потом взяли два раза синюю и выиграли две подряд. Ну, это такое же. Ну, скорее М19 выбрали красную, плюс четвертую. Ну, это уже такое, условное. То есть, понятно, что выиграть можно на каждой стороне, просто кому-то комфортнее. На синий кому-то комфортнее, на красный, потому что тут все-таки зависит много от того, на каких пик ты играешь. Зачастую, то есть, как раньше было, например, Алистар, который на красной стороне прям чувствовал себя как рыба в воде. Но поглядим, поглядим, что есть у команд в загашнике, потому что мы явно увидели пока не все. Да, Иркуту видно было, что при предметах они хорошо своими чемпионами владели. То есть неплохая механика была, неплохо они наносили урон и убивали врагов. Вот только раннюю стадию нужно потянуть, ты отмечал раннюю стадию, да, это самое важное. Поэтому, возможно, стоит брать не Райза из Реали, а что-то другое, например, какую-нибудь Шаю и, допустим, на центральную линию что-то, что побыстрее скейлиться, например. Возможно, просто надо знать, что у Галли на шестом уровне есть возможность пролететь в другую сторону, и тогда будет все попроще. Потому что именно из-за этого было много проблем и довольно неловко с этим появлением героя РХТУ справлялись. Но, может быть, сейчас они сварили себе средства, все-таки они химики, поэтому, может быть, сварили какой-то рецепт, который поможет им сейчас против этого всего. Да, дорогие друзья, и у нас начинается... Ну вот, кстати, как раз за Блокер и Галлиу. Да, Байнер просто сразу Галлиу поняли, что не хотят они против него играть. Багетик был слишком хорош. А заменили, кстати, Лесника, у них играл другой Пайнер. Посмотрим, как сейчас второй Лесник отыграет. Может быть, это не игрок на Сиджане, сейчас какой-нибудь Лесин выйдет? О-о-о, Лесин, Лесин. Тогда, наверное, мы бы были бы не против, если бы что-нибудь сейчас поагрессивнее такое подзаехало, но довольно сложно пока предсказывать, потому что драфт все уже... Ну, ладно, этот драфт, вот вообще в целом эти две команды, они драфтят больше, ближе к метагейму, чем предыдущие команды. Я бы даже сказал, прям почти по метагейму. То есть, да, пытаются играть прям на максимуме, на максималках играют, и кто знает, может быть, победитель этого полуфинала, на самом деле, победитель этого полуфинала выглядит как фаворит в следующем матче полуфинальном, в любом, с кем бы они, наверное, не играли. Похоже на то, похоже на то. Пока Олаф не в бане, и мне кажется, что это Олаф на ферст пик будет для РХТУ. Ну, Вилкоз заблокируют. Точно так же, как в прошлой игре это делали, и, в принципе, наверное, не прогадали. Вилкоз не очень любит, что играть, в принципе, очень некомфортно. Зачастую убирают здесь Моргана, который клик очень неплохо, на самом деле, на персонажа играл в первой игре, и, может быть, какой-то опять будет Кейтлин на ферст пик, потому что тогда не очень понятно, зачем это все. Может быть, Кейтлин, может быть, Олаф. Это такие неплохие ферст пики сейчас. Алис очень хорошо показал себя на Кейтлин, видно было, что наигранный чемпион, и прям очень хорошо стреляет. Трапы неплохие. Просто заблокировали уже, заблокировали Джинкс, выкинули Моргану из пулла. Шай нет, забирай Кейтлин, просто бери, забирай, вообще без вопросов, пусть Алис играет в чем-то другом. И как раз появляется Кейтлин, отлично, то есть здесь команда нас слышит, может быть, стрим снайпит нас, но нет, у нас задержка, поэтому... Ха, такие думали, да? Такие думали, сейчас это подсмотрят, но нет, у нас тут, конечно, все по-другому. Посмотрим, чем ответит Алекс против Кейтлин, то есть в прошлой игре он стоял против Изреаля и себя очень уверенно чувствовал. Теперь посмотрим, что у него есть в пуле против Катюхи как раз-таки. Пока можно забрать Варуса, то есть в прошлой игре... Ну, про Катюхи-то много, в принципе, пиков, то есть, опять же, Изреаля теперь остался, есть Варус, есть, ну, Тристан какая-то, который можно играть, а здесь... Ну, это понятно, это понятно, но это плейс-холдер. Сейчас будет у нас ремейк, а он... Не успел подхайпить, Рибенко, конечно, видишь, что очень редко, и очень редко прямо ее пикают ребята. Особенно в Блайн, потому что Рибен все-таки больше как он терпик, как он гангпланку пикается, несколько раз мы увидели в этом сезоне. К танкам? Ну, к танкам это все же довольно такое, очень прохладное. А вот про гангпланк, она очень неплохо стоит, прыгает на него, не дает ему бочки разбивать и вообще в этом матчапе чувствует себя как рыба. В воде, но, наверное, Рибен в этой игре мы пока что не увидим. Может быть, во второй стадии? Представляешь, первая игра, то есть максимально, Кейтлин, Олаф, Гнар, все по мете, а то вторая игра, там просто Рибен заезжает, Шачо влез, на нижнюю линию МФка. МФка, нормальный пик, я понимаю, ты бы сказал, там, не знаю... Нормальный пик, ты когда последний раз Мисс Фортуна... Какой-то Химмер Дингер, например. Не-не-не, ты когда последний раз Мисс Фортуна видел? В Солоку позавчера? Нет, не в Солоку. В Солоку можно увидеть все, что угодно. Я в Советской Лиге видел, как с Дарк Харвистом на нижней линии играл Мисс Фортуна. Ну ладно, у нее скин вышел, кому надо повышать продажи? В смысле какой? Ну новый скин на Мисс Фортуна вышел, вот этот легендарный скин. Где взять РП на скин? А мне, знаешь, что можно еще в Солоку увидеть? Как что, выиграешь лигу, выиграешь битву университетов, получаешь сундуки, вытаскиваешь от Турбис Фортуна. Либо участвуешь, кстати, в битве фанатов. Вы участвуете в битве фанатов? Ставьте на Рокс Гамбит, играйте на русском сервере и зарабатывайте до 30 сундуков. Ставь на Рокс или на Гамбит. Ну тогда, да. На кого? А, я на Рокс ставил. Ну, все понятно. Поэтому Зак пока не выиграл, наверное, ни одного сундука. Не знаю, не знаю. Ну да, пока еще не закончилась акция, она только началась. И мы опять перемещаемся в стадию драфта, дорогие друзья. Тут баны будут те же самые абсолютно. Джинкс, Морган, Вилкоз и что там было еще? Тур-тун-тун. Я забыл. Шая. Да. А, и Китлин на ферспик, все. Спаун. Окей. Ну да, так и надо все делать. Выглядит очень симпатично. Очень даже неплохо. Я не успел тебе рассказать, что я в салуку увидел вчера совсем. Так. Играем в Идоу с Ником. Так. А у меня на миде стоит Наса с Гастом Игнайтом, умирающим на втором уровне. И собирает пять капель. А? Видели такое? Не видели вы такого? Ну, он пытался настакать капли просто. Слезы не врагов, а друзей. Но в мачкистере у него все чемпионы с каплями. По шесть штук. А на нас уже только пять успел собрать. Ах, чуть-чуть совсем не хватило. Не успел. Китлин на ферспик. Повторяется у нас пока первая стадия. Вот, вот, да. Олаф это уже ближе к правде. Ламбада. Берем Олафа, берем Севир. Бежим на Китлин. Нормально все чувствуем. Но, может быть, этого не будет. Потому что сейчас все-таки Олафа надо забрать. Сион есть, в принципе. Можно саппорт какой-то Браума забрать, например. Что там еще? Стрелков, наверное, сейчас не стоит забирать. Потому что, в принципе, это небольшой бред. Ты можешь на следующий пик, например, забрать. А сейчас не вскрывать. Ну, в принципе, ты не хочешь... Есть стараясь, в принципе, но мидеров... Целый батлейн ты не хочешь показывать на красной стороне. Ты можешь его контрпикнуть всегда. Но, с другой стороны, учитывая, что там Китлин, то контрпикать особо уже и нечем, на самом деле. Ну, Стрелка, наверное, стоит забрать. Но, может быть, чуть попозже. Либо сейчас. Ну, Севир просто забираем. Просто забираем и бежим. На самом деле, одну из работающих, как и стрелаться против Кейзина, ты просто бежишь на нее до того, как все вот эти капканы, все вот это стоит. Но Джаруан против Севир очень неплохо работает. Потому что Севир без... Все-таки у него нет каких-то рывков, дэшей, прыжков, скачков, прочего всего. Есть только вот флэш и все. Скачок есть. Один. Но один скачок это недостаточно. Например, Джаруан, который все же за эти 5 минут успевает тебя закатаклизмить трижды. А то и больше. Последний пик в первой стадии от РХТУ. Что это будет? Что нужно сейчас забрать? Нами. Ну, очень радо, кстати, появляется Нами. И линия прям суперсильная. Потому что Кейзин, Нами, это прям отсылки в старые добрые времена, когда эта линия была просто отвратительной. Играть вверх в нее было невозможно. Все блокировали либо Кейзин, либо Нами. То есть в Солкул ты видел эту линию, ты выходил. То есть ты просто брал, доджил на самом деле. Но здесь очень рано появляется. И против Севиру, который Ренжа не очень много, на самом деле, это очень такая серьезная заявка. И снова Гнар для Попкорна. Очень хорошо он отыграл прошлую игру. Поэтому нет ни одной причины не брать Гнара. В принципе, хоть это и в блайнд, но можно отбанить таких. Еще подбанить. Ну, мидеров, наверное, будут банить. Потому что я полагаю, что на Гнаре они, в принципе, не боятся ничего фактически. Потому что будь там танк, скорее всего, он выиграет точно так же, как в прошлой игре. Будь там... Феора? Феора какой-то там. Ну, мало веро, потому что какая-то феора там будет. Сейчас просто мидеров, наверное, заблокируют. Что-то такое длинное. Зерата блокируют? То есть это... Против Север. У него очень хорошо работает. Потому что все же... Ты не успеваешь просто подбежать, на самом деле. Это так. То есть ты пока добегаешь, он тебе уже три обилки кинул, спошел блокировать только одну. Ты пока добежал, уже можешь обратно отправляться. Да, плюс в катаклизм, конечно, Зерат может там накидать своих ультимейтов и там очень сильно тебя просадит. А здесь сейчас... Ну, Карма надо заблокировать. Браун может быть следующим. Браун 100%, мне кажется. Браун против нами работает довольно забавно. Если Бабл прилетает, вот стеной он поднимается. Это да. Нужно... Ну, а стену, ту же волну можно поймать на стенку. И, в принципе, очень себя комфорт чувствует. Вот так вот. Ургот боится Агнара. Решили по кусочку там вот здесь заблокировать. Решили не прям бросать два бана в одну сторону. Но у них будет первый пик. Они, в принципе, могут Райза кого-то забрать. И, наверное, точно так же, как в прошлой игре играть. Мне кажется, Риана прям... Ну, что-то такое. Райза, Риана, там, любой вообще пик. Кассиопе это же самое. С войны заблокировали. Ну, Кассиопе чуть поменьше, потому что она все-таки не очень любит бежать. А вот... Не знаю, я бы Райза взял. Наверное, вообще не думаю. Ну, Райза, конечно, да, сейчас силен. Поэтому тут уже от багетика зависит. Если багетик на Райза хорош, Потому что, опять же, и 7G набирал на Райза в прошлой игре. Ты, опять же, отбираешь пик, который, видимо, был комфортным, чтобы попроще было играть. Ну, это пока Владимир. Нет, это все равно неплохо. Это, скорее всего, на верхнюю линию пойдет. Нет, ну, уже как бы вариант... Нет, Азол, то есть из Агнара только никуда не будет. На позиции с поддержкой. Ой-ой-ой, я про Агнара забыл. Да, это центральная линия Владимир и оставляет, то есть саппорта на ласт пик. Да, правильно. Батлайн надо контрпикать, но там браун будет, скорее всего, потому что особых вариантов больше нет. Сейчас просто посмотрят, если там вдруг какой-то ассасин, можно будет там кинч взять. На топе у них уже все нормально будет, потому что мы видели, как в прошлой игре против всего он стоял. Эко будет ли... Против Владимира? Нет, против Владимира неплохо стоит, на самом деле, если разогнался, то там... И в ранней стадии он силен, кстати. Если разогнался, все, север уже особо никуда не выходит. Но тут риск есть, потому что Эко все-таки мили чемпион. Если Олов там выйдет на третьем уровне, условно говоря, кинет парт топоров, скачок выбил, уже играть немного тяжелее. Там до шестого, пока хронобрейка, например, нет. Да, поэтому здесь посмотрим, пока они не будут разыгрывать. Алистар. У Алистара очень хорошо работает и против нами, и против Киэтлин, да и против Эко того же самого в тимфайтах, конечно, Алистар может дело натворить. Пока у МТУ, конечно, сетап очень неплохо смотрится. Вот если бы не Владимир, он бы мне понравился побольше. Владимир, конечно, рисковый пик, но если выформится, он будет очень силен. А слева, слева, слева тоже неплохо смотрят. Слева катаклизм, просто катаклизмишь Север, залетает сразу параллельник конвергенции, атака, все, Эко залетает. Север уже никуда не выходит, потому что скачка, если нет, все, как бы ты умираешь сразу. И если Эко разгонится, то тут всем не сдобрать, потому что Эко против Гнара очень хорошо работает, против Олфа он, в принципе, будет комфортно себя чувствовать. Олф никуда убежать от него не может, потому что Эко очень быстрый за счет Релантенс Хантера в пассивках, например, за счет Слерти, то есть он двигается очень быстро, и если вдруг они преимущество получат, а учитывая, что у них Кетлин нами на нижней линии, то можно и третью игру подфорсить, но поглядим. Да, причем Аликс-то в прошлой игре, когда получил очень много золота фришного, конечно, начал танков пробивать первые драки, а здесь на Сивир эту как раз-таки фри-галду получать будет очень сложно, поэтому не выйдет он вперед, и если Кетлин та же самая на счет по карте бегает, здесь могут очень легко РХТУ-то игру перевернуть, с учетом того, что у них и Джарван, и Сион, и они будут Сивир очень долго закрывать, и Сивир очень долго не будет их пробивать. Но, опять же, это если только Сион опять не просядет наверху, потому что если сейчас опять Гнар будет плюс 50 и будет собирать сплитпуш билд, то опять он будет, скорее всего, Малморти у старым предметом, и мы уже, на самом деле, несмотря на то, что Лич Бейн, Протобелл, все-таки билд будет, но Гнар, он, в принципе, может с собой подраться. Ты прям уверен, что будет Протремень и Гроза Личей? Ну, а что еще? Ну, внезапно может появиться все что угодно. Капли. Например, Жизлодяков. Не, ну это совсем старые билды какие-то, такие вот давно мы не видели, потому что Эко все-таки в этом дополнительном состоянии не нуждается. Капли? Ему все-таки прям... Капли Архангел. Ну, зачем? Ему эти щитки не нужны, ему нужно прям бежать, убивать. И Протобелл Лич Бейн, билд, который корейцы показывали в 2016 году, он прям рабочий. Надо играть. Да, очень много бруста, сияния того же самого, поэтому Эко сейчас потихоньку начинает в мета возвращаться тоже. То есть иногда есть хорошие матчапы, его берут и неплохо исполняют. И учитывая, что 8-6 будет все же довольно хаотично все, там все же Ассасинов подбафнули всех, то, кто знает, Эко против этих ребят всегда неплохо работал и может стать прям серьезным приоритетом уже к мета сезону Итейшн. Ассасинов неплохо подбафнули, это кого? Зеда на 16 уровне? Не, ну там же и Талон подбафнули, и вообще неплохо, и Даск Блейд теперь вижу, весь убирает. А Талон до 11 уровня тоже самая пассивка урон доносит. Ну и нормально. Проблема в том, что Талон должен первый 11 уровень и получить доминирование. Ну да, но ему еще 7 Мреза подняли. Давно еще. Как раз против Эко будет нормально работать. Против Эко, да. Да, да и вообще против многих таких АПшников. Но пока мета не благоволит таким Ассасинам. И это хорошо. Нет, это нехорошо, это ужасно на самом деле. Почему? Но все-таки хочется немножко поактивнее игру от миддеров, а не просто фарм матчапов. Но, дорогие друзья, у нас начинается второй матчер ХТУ против МТУ. МТУ пока ведут 1-0. Первая игра была очень уверенная, но стороны сменились, пики тоже. И теперь Кетин в руках Акали Нейшена, а в руках Алекса Сивира. И посмотрим, как на нижней линии будет противостояние это играться, как Попкорнс опять отстоит против всего на прошлую игру Нагнарио он очень хорош был. И как Ламбда Кор опять на своем Олафе что будет делать. В прошлую игру он хорошо контролил и реку, и верхнюю, и нижнюю, и хорошо на ганки заходил, хорошо во вражеский лес заходил, и там неплохо так разыграл. Но не будем забывать, что здесь есть Джарван, который после 6 уровня может очень легко этого Олафа закрывать. Конечно, это чревато смертью, например. Но если вовремя подойдет Севенджин он может вместе со своим лесником очень легко забрать этого наглого Олафа, которого в вражеском лесу возможно будет тусить. Инвейдов не нету никаких, то есть все, ребята немножко успокоились. Первая игра немножко их взбудоражила, и сначала там РХТУ немножко трапали, но в этой игре просто дефят точки, и все окей. Просто по линиям разойдутся, будут фармить. Гнар, кстати, может Сиона прохарасить, который будет на линию возвращаться. Гнар вардит. Синее усиление, а Олаф вардит красное, кстати. То есть Олаф боится, что Джарван на вражеский красный усиление зайдет? Это интересно. Ну просто, чтобы не заходил Джарван, потому что... Я просто думаю, что Джарван, конечно... Нет, Джарван как раз поагрессивнее может Олаф сыграть, потому что все-таки Олаф сильно... Четыре армора убрали. Ну, Олаф сильно просаживается просто на ранних клирах, потому что чистит он сам, а Джарван может с бафа на баф сбегать, с красного на красный, и там комп удал, и все как бы, и приезжаешь на Джарван. Четыре армора по нерфили. Как драться против АД урона? Берешь и дерешься. Нет? Опасно? Да нет. Ну, четыре армора это, ну, смех, на самом деле. Четыре армора? То есть, это, конечно, звучит очень страшно, но учитывая, что у тебя еще остается 34. То есть, руна на пять армора это вообще не руна? Которую тоже уберу. Уже убрали вроде бы. Ну, в следующем патче это все-таки патч еще с ней. А, ну да, да. Это же не 5-6. Не то, а ты играешь без зеленой ветки на Джарване, так что у тебя и нет этого дополнительного. Это да, пока. Вот сейчас столкнуться на реке верхней, ламбада, коры, и Джарван, но в итоге здесь у нас показали Джарван. В такой драке уже неплохо себя чувствует Буитолов, потому что здесь все-таки от Эритарика. Не, ну он не может, потому что Эко подходит и Эко быстрее смещается, чем Владимир, да и Владимир особо не очень у него много пользуется. У него, конечно, есть воспламенение, которое будет в ближайшие несколько минут, но, кроме этого, у него особо силы в ромах нет. И вот, как раз-таки, теперь уже Джарван захватил преимущество на реке, поэтому Ганар сейчас аккуратно-аккуратно начинает отыгрывать, не хочет подставиться. В прошлой игре его заганкали разок, поэтому в этой он не хочет лишнее убийство и лишнее золото давать. А в прошлой игре это вообще была первая кровь, кстати. Да, после которой довольно все сумбурно началось для РХТУ и не очень много было у них успехов. После этого здесь на батлайне понятно, что будут подпушивать. Кейтлин и нами все-таки лейн страшно сильный, неудача. Пока Кейтлин как-то не особо стреляет по Алистару и по той же Севир, просто фарм, работает фарм, чтобы хорошо крипов добивать. Алистара это вполне устраивает, то, чтобы никто не бьет. Огнар здесь неплохо прохарасил Брагуса 24-го. Сильно страдает Сион вторую игру подряд и хватка нежити, кстати. Посмотрим, будет ли Sunfire в этой игре, потому что в прошлой игре была накидка Солнечного пламени и Асона работала. И по набии могли ее добить, но чуть-чуть не хватило урона. Воспламенение не догорит, потому что фласка работает. И вот. И скачок не выбил на самом деле Алистарся, то есть сейчас нами близко подходит то же самое опять и уже даже воспламенение не будет нужно, потому что нами просажена и скорее всего она погиб. Потому что Севир 4-го уровня, Бумеранг много наносит, Алистар Камбу кидает, все, нами погибает, потому что она особо, конечно, не боец против таких хайберст уронов и сильно запаса здоровья большого у нее нет. Поплатились, поплатились на самом деле Акали Нэшн и Айм Син на нижней линии за то, что они не харасили. Джаран там подходит, но знают об этом МТУ, поэтому не боятся они, если что, Алистар всегда может Шарвана выбросить, может Камбу застопить, поэтому бояться опять же нечего. Поплатились. Не харасите милишного саппорта и Севир в начале игры, то потом вас просто вот так вот разыгрывают и нами... Ну, даже если ты харасил, я полагаю, что случилось бы то же самое, в какой-то момент, просто не сейчас, а чуть попозже, на самом деле. А так уже на третьем уровне приходится просаживаться, потому что третий уровень сейчас, если раньше у Алистара был Пауэр Спайк на втором, когда у тебя комба появлялся, то сейчас на третьем уровне у тебя лишний стан приезжать. Олах здесь можно по Калли Нейшну сыграть, первый топор попал, он не поднимает его, поэтому замедления больше не будет. Хороший скачок от Али Нейшна, здесь еще захил от АМСина пошел и они выходят. И вот сейчас еще можно с разворота пострелять, но в итоге нет. Не успел Джарван сюда подойти на контрганг. Двух скачков уже нет у РХТУ, и то есть Олл встреч раз заходит, уже можно через линию как-то забежать. Сейчас очень популярный ганг через линию. Сложно будет стрелять по крипам, то есть там есть скачок листара. По крипам не так сложно, но в принципе сейчас лейн контролирует Север и просто сейчас зафризит. Они могут даже бэкнуться, но решают подпушить немного, потому что знают, что Кэтлин бэкается сейчас. Просто если подойдем к крипам, там можно с скачка просто комбо на Алистаре дать, и Аликс может с скачка сыграть, и без саммойнеров они этот бот вообще могут уезжать. Поэтому придется сейчас на базу вернуться. По крипам, кстати, Север начнет потихоньку догонять. Задинают еще там пачку крипов. Все, он уже прям сильно проигрывает. Ну, 22 при 44, это прям что-то совсем мало. 22 за 6 минут на сегодня, это грустно. Промахнул Сарева Мясника. Поехал, кстати, но нет, не въедет. Можно и умереть, так-то можно и умереть сейчас. Хорошая послачность. А нет, не подкинул, поэтому плохой. Можно умереть, скачок есть. Скачок есть, но у Гнара-то тоже есть, поэтому еще одна тысячка. И не добил, не добил. Бумеранг, нужно доиграть, нужно доиграть. Есть бумеранг, нет бумеранга. Одна секунда, сейчас камень кинуть хотя бы. Но нет, нет. Поверхит получил, очень было опасно. Зафейлил немножко, думал, что автоатакой добивает. В итоге Сион здесь вышел. А почему, кстати, Сион играет вторую игру с кольцом Дорана? Мне интересно. То есть, рев Мясника, конечно, апэшный урон наносит. Маны не хватает. Но фласочка, конечно, повеселей будет. И для маны, и для того, чтобы чуть побольше урона наносить по Гнару. Но в итоге все равно неплохой такой трейд. То есть, выбил скачок из Гнара. Чуть Гнара от вышки вообще не погиб. Остался, сейчас Гнар вернется, уже будет у него фейдж. Такое, потому что уходить особо Сион не будет уже. И учитывая, что он собирает опять Бомиссиндер в этой игре, то и особо этого армора у него нет. И Гнар еще и ботинки покупает. То есть, он будет прям сильно по мобильности опережать. И как Сион сейчас будет стоять, не очень понятно. То есть, Гнар даже телепорт не использует. Он прям пешком сейчас добежит. И будет еще и лишняя возможность сместиться. У Брагуса как-то не особо получается крипов добивать. Что-то ему мешает очень сильно. Слишком Гнара боится. Но тут такое, конечно. В итоге по крипам, да, стоит уже вторую игру очень солидно. И Гнар сейчас его будет очень сильно бить. Он очень мобильный стал. Но Джарван может, кстати, исправить эту ситуацию. Или тот же Севен Джин, который может сместиться на верхнюю линию. Гнар сейчас очень хрупкий. Его можно забрать очень быстро. Тем более, скачка нет. Поставил татам контроля. Пытается. Война, война за татам контроля. Ну тут Джарван подходит вообще. Постреливает на Брагуса. Обслуживающий удар. Ну такое, такое. И отпрыгивает просто Попкорн. Даже если бы раньше катаклизма был, мне кажется, здесь не стоило бы продолжать. Ультимейта нету Сеона и не могут они прям добежать. Догнаем. То есть катаклизм-то будет. Но там пока Сеон близко подойдет, уже катаклизм на самом деле закончится. Поэтому Севен Джин тоже отстает по крипам против Владимира. И не получается как-то в агрессию здесь заходить. И там скоро прото-ремень будет уже у Багетика. Чисто по миньонам сейчас сильно им этого опережают. Потому что на топе большое преимущество. На миде большое. На нижней линии, в принципе, их все устраивает. Потому что они стоят ровно. На Багетика нападают. Но есть лужи. Если что, есть лужи. А, лужи не нажал. Он ультанул. Он ультанул, кстати. Хорошо. Замонсил. Но под Джарвана ультой не попал. Получает исцеление. Здесь Зеклик захвейлил Камбу. Не подкинул он Джарвана. А он не хотел подкидывать. Точно не хотел подкидывать? То есть он хотел выпнуть Коллофу поближе. Там просто, мне кажется, дискоммуникация немного была. Потому что Клик пытался выбросить Джарвана из катаклизма. Но при этом Багетик нажал скачок и сам выбранул. Хотя, наверное, мог бы остаться. Может быть. Но много отдали. Это выглядит так, как будто Алистар подопнул Джарвана Коллофу поближе, который просто убегал. Много здесь отдали. Здесь один катаклизм вывел аж три скачка сейчас из МТУ. И сильно сейчас облегчит. Это задача, на самом деле, Кетлин с нами, которая на низу стоит. Потому что нами теперь может спокойно подходить. И скачка какого-то от Алистара не будет. То есть скачок Плеверайз, например, и Хэтбат уже в башню куда-то. И это уже не опция. На нижней линии начинают потихоньку, кстати, АМС сильно работать. И Харасит Алик. С половиной здоровья сняли Севир. Поэтому сейчас не особо комфортно ей. Искусная лабиринга есть? Спасибо, Кетлин. Немного Севир, конечно, вот это нерфы искусственного лабиринга подбили ее. Но она играет с красной веткой. Поэтому там и фист есть. Там и, скорее всего, еще что-то. Ну, с половом. Для начала вообще, когда поднерфили городской тукник заклинаний, ее это уже немножко... Тукник заклинаний это все же было такое опциональное. Потому что это было прям супер клевенько. Но и с флитфутворком она работает очень-очень неплохо. Точно так же, как со стартой Вагордова. Как все стыльные АДшники, которые тоже книгу иногда брали. Запрыгивает там. Ой, здесь Генар может убить Брагус 24-го. Убивает его. Пассивка сейчас будет. Можно с автоатак его потыкать. И совсем мало здоровья попкорн достается. Но нет. В итоге нет. А вот было бы. А вот было бы. Были бы ботинки? Нет. Было бы как раз-таки замедление с руны. Он оглашал мен. Но он мог его раньше прокнуть. И не успеть. Может быть. Но без кометы все-таки про Риггинара довольно тяжело играть. Хотя, учитывая, что и сейчас тяжело, то не факт еще, что надо было брать кометы. Чем тяжелее было бы. Это да. Средникова на русском, конечно, неплохо сидит, но не против Риггинара. Полтопором не впадает, не может выбить из Эка здесь довольно много. У Эка все-таки состояния сейчас особого нет. Он играет без флакончика в этой игре. А почему? Потому что хочет Доран Гинг. Ну, такое-такое, конечно. Здесь уже... Ну, спорные-спорные такие начальные закупы немножко. Но в итоге посмотрим пока как. Ну, сильно проседают. Да. Соло лейнеры как-то очень сильно. Соло лейнеры у МТУ прям много сейчас ведут. И учитывая, что на боте Сибирь, которая всегда может и какую-то второстепенную роль занять до определенного момента здесь, у МТУ полностью все устраивает. Тысяча голды преимущества. Почти из черной секиры Угнара. И как только черной секиры появятся, то там никакой санфайер уже спасать не будет. И Сиона опять поставят на конвейер. 900 рублев нужно попкорн за для того, чтобы черную секиры получить. А вот было бы то убийство, которое он мог забрать. И потом еще... А? Это было бы 500? И потом еще убрать саблю. Еще минус 350. Уже 850. И там уже есть 100. И там уже есть 100. Еще рынок будущего. Купить-то. Нет-нет-нет. И там уже 100 голды накапало. Поэтому 950 ровно была бы черная секира прямо сейчас уже. Но флеймем нехватку первой крови. Но он первой крови сейчас забрал. Тогда. То есть сейчас бы он первой кровь не забрал. Было бы на 100 голды меньше. Да. То есть еще он до 100 голды где-то искать. Чтобы еще продать-то. Все продаем. Куртку. Продаем все. Все. Куртку можно было бы не брать. Все, по-моему, черной секиры. Я думаю, что ему без нее вполне себе неплохо. Потому что, учитывая, что он 30 миллионов сейчас ведет. Если он, в принципе, особо против него не боится. Я думаю, что все нормально. На нижней линии начинается драка. Блэкшелдом. Ой-ой-ой. Здесь Север можно забрать. Джарван неплохую комбу здесь сдал. И в итоге можно еще и Зеклика попробовать забрать. Нет. У него скачка ультимейт. Правда, есть. На это очень много времени могут потратить. Смещается Эка. Зеклика здесь чезет. Но там еще Владимир подходит. Поэтому не боится Зеклик. Ничего. Ламбдакор здесь подходит. И Багетик тоже уже сун. Не-не, ну тут Алистарр просто нечего делать. Он просто гонит на самом деле. Это блеф такой, что у меня за спиной там 10 человек. Но на самом деле никого нет. Можно и Вард здесь зачистить. И неплохо Джарван, кстати, играет. Не использует вообще свои заклинания призывателя в этой игре. Но выбивает скачки регулярно. Забирает. Забрали сейчас убийство. Поэтому Джарван играет очень-очень неплохо. И сейчас, учитывая, что из Северскачок выбили, то можно что-то сделать. Пробивает. Здесь Сион очень сильно. Форма сейчас будет. Там будет сейчас мегаформа. Спасет он его или нет. А не успел встануть форму. Зарвёт сейчас щит. А нет, щит сбил как раз-таки Гнар. А теперь уже Гнар выступает, когда победитель этого. Ой, сюда телепорт идёт, кстати, от ЭКО. А, ещё скачок нажал. Можно доиграть. Скачок прозывает Севенджин. И ещё прото-ремень. И в итоге Гнар здесь он забирает. Наверное, стоило пораньше немного слететь. Сион скачок нажал в конце. То есть летела у него последняя тычка. Он скачок нажал. И даже не тычка, а милий удар. Там шлёпнул Гнар. И шутка. Без скачка погиб. Ещё Сион довольно грустно. Всё, и потому что неплохо вроде бы всё было. Но вот здесь и ультимейт не попал. Ультимейт не попал. То, конечно, полегче было бы этот рейд выиграть. ЭКО здесь, возможно, спело пораньше слетать нажать. Не успел щит прокан, на самом деле. Прокан щит Сион. Но там всё-таки этот нерв давно-давно ещё, когда там щит. Успел бы. Через 2 секунды можно раздавать. И вот здесь ещё. Ай-яй-яй. Да. Ну, с другой стороны, Игнар тоже скачок нажал, который был довольно бесполезным. Но выбил Зака скачок. Поэтому Владимир будет попроще. Делаются телепорты на нижнюю линию. Здесь дайвят нами. Хороший стан. Здесь Алистар сдал. В итоге Рагнарёк мимо прошёл. Там вообще свирстелен подставляется. Кейтель неплохо продамажила. Здесь Брагу сейчас может кого-нибудь подкинуть. Ультимейт как есть. Ультимейт как есть. Ультимейт как есть. Ультимейт как есть. Ай-яй-яй. Рёв мясника мимо от Брагуса. Погибает здесь Эко. При том, что у него был ультимейт, почему он не проживал, непонятно немного. Джарван. Джарван заходит. Катаклизм у него есть. И запрыгнуть он не смог. Заклик хорошо откинул. Вот это, конечно, плюс Алистара, который может Джарвана просто откидывать и не давать ему прожимать свой катаклизм. И сейчас МТУ, конечно, вышли сухими из воды. И они прям очень много дайвили. Забрали убийство на Эко. Причем почему-то ультимейт не был использован. Но телепорт, правда, Гнар отдал ради этого. Но это, я думаю, их не сильно тревожит. Потому что Сион тоже здесь. И теряет довольно много. У Гнар плюс 30. Тысяча голды преимущества. С их композицией, которая с Кельсом в лейтгейме почти идеальна. То есть тут и Владимир, тут и Севир, которые, в принципе, будут чумой для... То есть Кельсин там никакая против этого не боец в лейтгейме. Но посмотрим, потому что РХТУ в защите играли неплохо. И даже сейчас смогли не лейтпотеть. То есть ультани Эко, скорее всего, никого бы они не потеряли. Может быть, и смогли бы забрать кого-то. Но в итоге пришлось довольствоваться тем, что есть. Не боюсь забывать, что здесь ситапы РХТУ получше для дефа. То есть здесь Кейтлинг, который будет трапы расставлять. И очень сложно будет проходить и стрелять. Потому что здесь Севир с Рэнджом очень маленьким. Сложно это будет делать. Плюс Эко тоже напрягает. Если ты слишком агрессивно пойдешь по вышке и стрелять, прилетит. Просто купол тебя накроет, застанет и все. И ты погибнешь. Поэтому сложновато здесь будет осаждать. А вот драться, конечно, очень легко. Потому что ульта Севир, залетели все вперед и начинается замесик. Ну, так и бежит. Ну, как бы ультимейт есть. Ультимейт есть. Ультимейт до сих пор есть. Ультимейт, ультимейт, ультимейт. Компания Старова сейчас умрет, скорее всего. Ультимейт, ультимейт. А, нет. То есть, просто никакого контроля. Просто залетел не подчуться. Севир Владимир и как-то не ультимейт, ничего нет. И просто Эко погиб. Довольно грустно. Ну, вот здесь еще Севир, не мог сыграть. Хороший Джерман пытался скачкает, дойти и закатаклизмить, но его просто листом. Но он просто слышал, что я немного по хайпу. Что он прям не использует заклинаем призыватель, но при этом закрывает всех. А это там. А здесь в итоге использовал заклинаем, но никого не закрыл, потому что катаклизм даже не нажал. Ну и Сион тут опять страдает, терпит и грустно. Гнаром его выкидывает поближе к себе. А теперь миниформа. Ой, не попал особо в ранг. Но это как раз таки... Ну нет, он все равно, наверное, щит был. Сионов, наверное, не добил. Но это все равно неприятно. Поэкономически разменял, просто будь здоров. Потому что теперь Сион опять не может подходить. И сейчас еще если Олф поддавит Сиону, то, скорее всего, будет и смерть, и первую башню. Поэтому Олф именно это и будет делать. Потому что Гнарек есть, есть челлинг смайт у него, и можно забегать. Да, побежал Олф сейчас. Побежал, побежал Олф, все, погибает здесь Сион. Особо ему делаться нет. Гнар танкует в вышку, должен размансить. Ну, тут все прям четко разыграли, поэтому сейчас еще вот стопнуть пассивку Сиону. А куда побежал? По Крепам нужно работать, вот разворачивать по Крепам. Тачанку добил, милишника нет. И 1-й ранжоу. Преподходит РХТУ, но тут еще вопрос, на самом деле, кто сильнее. Потому что вот эти двое, они вполне могут и проиграть. Хотя стан залетит. Но там Олф, у него есть Рагнарек, поэтому можно и за взорота поиграть. Сюда чуть липпорт от Багетика идет, Багетик вот меняет. Но и здесь Эко нужно выходить. На нижней линии здесь тоже драка происходит. Алекс забирает АМСина. И вот так вот каким-то образом в Север. Но если батлей начинает гореть, то, скорее всего, в этой игре все. Потому что нельзя отдавать преимущество Север или Стар. Когда ты играешь на Кельтин на Найминг, то должен ты, наоборот, доминировать, давить. И вышка уже должна была падать, а ее там даже на треть не просадили. И это довольно грустно. Эко пора возвращаться на центральную линию фармить. А, там вообще Кельтин сейчас погибнет. Здесь Давид сейчас будет, улетает, есть его или Стар, поэтому очень долго он будет танковать вышку. Алекс настреливает. Клик ничего не боится. В танковый, сколько он там хитов, штук шесть, наверное, заурбил. И здесь он играет по попкорнзону. Выживает неплохой Гнар. Застанил двоих, но в итоге ультимейт от Эко забирает этого Гнара. Владимир забрал первую башню, кстати, и Джарон погибает. А здесь Олок может забрать, да, спокойно. Причем он тут делает, забирает Джарвана. А в это время это просто багетик с центральной линией. Владимир забрал мид, бот сейчас тоже упадет. Касса, касса есть. Еще одна пачка крипов. Можно и агрессивнее поиграть. Бабл зашел. Точнее, извиняюсь, не Бабл, а Бэбл. Бэбл зашел по Аликсу, но спокойно вышку сейчас будет забирать. Тут нами по еще не заиграться. Ой, заигрался АМСин. Пытается разыграть, но у Аликса ей было исцеление. То есть, ну, так заигрываться нельзя, потому что пытался, думал, что защитит, но в итоге... Идет параллельная коммергенция по трем рейджовым крипам от 7G. Нано багетик все почувствовал. Да не, ну я так... Так, чисто... Шесть тысячи стоят РХТУ. Я боюсь за РХТУ. Потому что ты не хочешь просто уходить. Я не хочу, я хочу подольше покомментировать, поработать. И здесь еще с Иомом прямо видно, что мужик, он терпит. Он старается, пытается переигрывать, но не получается. Вот что-то не получается совсем чуть-чуть. Попкорм здесь... Чуть-чуть, может, и не получается, но там еще Ботрох сейчас появится, и тогда прям совсем будет грустно. Но здесь... Ну, это классика. Ну, то есть, вот как нами умирает, это уже грустно. Ну, это просто, на самом деле, старшим от кнопки. Здесь вот Донар был неплохой. Как бы, убей, наверное, его сразу, то не было бы каких-то смертей. Время бы сэкономили, а в итоге Эко пришлось ультовать. Да и здесь... Эко пришлось ультовать, и куда-то Джарван куда-то залетел. И там Эрхит еще получил по лицу. Поэтому, да, ну, уже переагрессивнейший. Все-таки на Олафа так нельзя. Владимир в маску поколупает. Морел, наверное, будет следующим предметом, чтобы уже... И против Эко хорошо, и против нами неплохо. И вообще Magic Penetration дает лишний. То есть, там, прям комфортно сейчас чувствует Владимир себя с этим предметом. Он пытается здесь разыграть по Алистарусу, вынужден бежать на верхнюю линию, но Алистарус слишком быстрый. У него... Олл смещается, и втроем, наверное, уже здесь дожать. Надо догрызть последнюю вышку. Багетик, Багетик вообще с центральной линией в этой игре просто не смещается. Ну, пока, в принципе, это, наверное, правильно. То есть, на нижней линии он был, два раза. Два раза смещался. Да, нет, один раз на реке подрялся, один раз на реке подрялся, а второй раз уже... На реке он ближе был к миду все-таки, чем к нижней линии. Ну и вот... О-о-о, там просто комбат залетел от Владимира, и нами, на самом деле, отвалилось сразу, потому что... И там еще инициация хорошая от Зеклика пошла по двум, и Брагуса выкидывает он. Ультимейт еще все равно, вообще. Пока не подкинул, просто замедленный. А ультимейт еще все равно. Катаклизм очень хороший, Зеклик здесь танкует на улите очень много. Подходит сюда Эко, Эко вдобьет сейчас Алистара. Там дальше продолжает играть по Брагусу. Брагус на щите все еще выживает, а послышающий удар не попал ни по кому. Здесь Багетик разыгрывает одного. Может еще Зарвана добиться, скачка, запрыгивает вперед, убивает Ось, и он здесь не сможет добить этого Владимира. А и в итоге еще погиб сверху, то есть. Минус три. Акалийна еще сюда приходит, но Багетик так чисто. А тут можно и погибнуть. Ну тут, скорее всего, Алиомбот есть, поэтому, если что, он может задохнуть. А если Алиомбот, он тоже хочет разыграть. Но сейчас уже есть, скорее всего. Очень рисково здесь играет Багетик. Могли его и наказать за это. В итоге обошлось, обошлось. Подходит сюда нами, очень опасно подхил эту вышку. Морской дракон, морской дракон, сейчас подхил. Вышка падает, и один на верхней линии у Архэту. Здесь пока не получается, не получается разворачивать, но предметы, предметы собираются. То есть у Севен-Джина уже два слота. У Кейтлин там пока полтора, но нужно дождаться второй. Кейтлин станет неплохой. Появляется, но там Владимир с такой скоростью растет, что, скорее всего, в какой-то момент просто... Владимир боится слишком страшно. Он вообще Брагус не улетанул не раз. Все, есть ультимейт, нажми его, нет? Ну вот нажал, подкинул двоих. Ну вот в конце как-то, а до этого, когда вот катаклизм, например, сразу подбросит двоих, там лишний урон, лишний, будет быстрее заберстить кого-то. В итоге много времени потратили, ну и здесь Владимир просто на халяву забирает два убийства. Север, еще Эко догрызло на боковой линии. То есть пока все грустно. Север, кстати, будет с Фантом Денсером играть. Теперь Эко не может на него напасть, потому что залетает Фантом Денсер. То есть блокируешь параллельно Катвергенцию, сразу после этого тыкаешь Эко один раз, и он тебя больше не убивает. Потому что 12% урона снижается, и ты спокойно себя чувствуешь. И тем более Гнар там еще покупает клинок уничтоженного короля. Нет, Гнар вообще, Сион просто не подходит теперь к нему, потому что Сион, если подходит близко, то он погибает процентов на 99, просто не думаю. И в итоге пытается Сион что-то сейчас создать. Группируется, РГТУ сейчас хотят 5 на 5 драку замутить, но вот... А это, наверное, единственный вариант, прям сгрупиться, потому что против Гнара сейчас стоять некому. Надо прям серьезно где-то зафорсить, попробовать выбить, по крайней мере, заклиняем призывателя, потом на барон на шор и что-то уже с этим делать. Потому что иначе пути назад нет, потому что уже 9000 отставаний, и это много на такой стадии игры, потому что даже Эко, на самом деле, он сейчас не ответит Гнару, то есть сейчас замедление, и вот три хита, скорее всего, это вот Эко, у него треть здоровья. Это да, но пока Гнар тоже не особо хочет подходить под Эко, потому что баллы легко... Он просто не знает, сколько там людей подходит, потому что Вижена у них нет. Вот сейчас только за клик можно поставить ультимейт здесь по Гнару. Пошел ватшот, и просто попкорн, заигрался Гнартик, заигрался. И вот два предмета у Сэмэнджина есть, уродная эта Эко имеет очень много. Ну и под ультимейт не будем забываться, что подставился попкорн. Здесь Джарван пытается заинициировать, трапа устает. Ну ультимейт, а север есть, если что? Здесь там токорн, нужно выходить, прожимает Рагнарёк, катаклизма. А из катаклизма это Рагнарёк не выйдет. И там, кстати, Микерс сейчас клик зря выкинул этого Джарвана, его могли побыстрее забрать, но и это не помешало. А телепорт от Мью, что ли, Владимир? А, Сион сбил, Телепорт просто. Забегает вперед, пытался добить за клик, и не хватило чуток урона. Сэмэнджин забирает здесь Олафа, можно забрать Алистара. А вот и по Багетику можно сыграть. Багетик без прото-ремня, очень много урона в Эко замедляет. Его сам ускоряется, можно разыграть. Два усиления есть, Багетик разультируется по-твоему. Не успел Кухан брожать, забирает двоих, но его забирает Сэмэнджин. И неплохо, неплохо сейчас подрати. Это при том, что не было Брагуса. Взбил Брагус Телепорт, Владимир, и не смог он сразу прилететь. То есть прилетел он туда сразу, когда Север ультимейт жмет, то, скорее всего, Эрхэтулу Тамба Барона отдали после этого. Но в итоге сбивает Сион Телепорт. После этого неплохо размеются, Эко получает достаточно много убийств. 6.2 сейчас у него, и уже Жоня на подходе. И как только Жоня появится, уже можно будет инициировать на баклайн. Пытаться Север догрызать, например. Вот здесь вот Телепорт пошел, и Сион на верхней линии быстренько это все развернул. А как он попал в него? А, с ультимейта успел доехать? Да, он как раз ускорился. Просто он довольно далеко был в начале, и на самом флажке успел. Ну и Телепорт, атака уже здесь. Ой, Куханчик, конечно, такой немножко мимо. Если Куха была в нужной тарге, то... То Север погибла гораздо ранее. Да, и вот они под Владимиром так сильно не подставили. С другой стороны, они бы так и могли его не найти. Он бы просто забрал быстрее киллы. Из багеттика, амбани не встретились. Сека, конечно, с Эвэнджилл, на Эко неплохо. Мансиль, то есть там хоп-хоп-хоп, просто... Здесь будь ультимейт, на самом деле, не только в нами, у Владимира, будь ультимейт на троих, например, то, скорее всего, он бы еще и Эко убил, и после этого мог бы развернуться. Да, даже если бы успел багетик Ешку докастовать, он бы и взорвал, но не успел. В итоге нет. В итоге 6-2 Эко очень неплохо здесь отыгрывать, но... У Китлин, кстати, появляется второй слот тоже. И арден-сенсор есть у нами тоже, то есть Китлин сейчас, в принципе, сильная. Если на нее залетает Тайк-Коллерс Блэйсинг, например, или просто какой-нибудь хилл, и чувствуется, что у нас будет комфортно. А Гнар, кстати, полностью прям в сплит-пуш идет, сейчас будет теракт, наверное, с следующим предметом. И уже будет Гнар просто на боковой линии. Замерзший молот? Я вспомнил просто, как какой-то корейский бинар на неделе с тераком бегал. Хуни это был на прошлой. Но здесь... Хуни собрался теракт вторым слотом, третьим? Не вторым, да, в серединке. Окей. Я просто, как не открываю хуни, он вечно какие-то танковые предметы собирает здесь. Брагу зацепил Ламда Кора, подцепил его еще раз с опустошающим ударом, но на этом все, команда пока не смещается. И тут за клика выбили Уитимейт, запрыгивает, кстати, вперед Тэка, и еще Ламда Кора немножко пробил. Барона уже Т2 загрызает. Поэтому нужно активнее, активнее что-то запортить, пока этого не получается. И, возможно, стоит Тэка на нижнюю линию отправить. А с другой стороны, телепорта-то нет, телепорта нет. Отправишь Эка, все, игнор и вышку догрызет, и, скорее всего, сам повернется, просто барон проиграете. Поэтому приходится сейчас. РХТУ такие небольшую дань отдавать МТУ, их преимущество. То есть они особо не могут на нижней линии ничего сейчас делать. Брагус вот на нижней линии смещается, у него есть телепорт, поэтому будет сейчас стоять и терпеть там уже. Ну, тут нами подходит, но это очень прохладный стоит, потому что она и умрет сейчас, скорее всего. Да, она умирает. Куда-то не туда, по-моему, взошла это нами, а МС, но в итоге здесь поп-корс-то поставляет, его забирает. А в это время это делают барона МТУ, но там сейчас Эка с Джарвана могут и перевернуть очень легко. Ну, тут 2 в 4, тут 2 в 4, и, скорее всего, это должен быть барон на шорт. Здесь Владимир хорошо зонит Севен-Джина, не дает ему здесь запрыгнуть, уже нету купола, поэтому нужно выпрыгнуть с ультимейта. Но барона, барона он застопил, поэтому сейчас может и выйти, нужно на взрывную шишку прожимать, выскакивает. А что барон? Севен-Джина неплохой, он живет. Брагу сюда залетел с телепорта, но его забрали очень быстро. Нужно Севен-Джину здесь кайтить, кайтить. Катаклизм по Олафу нужно Ламда-Кора забрать, но он живет. В итоге все равно погибает. Алекс там сейчас будет гоняться за Джарваном, сюда запрыгивать вперед. Багетик забирает очень и очень легко окали Нейшна, без шансов здесь пока. Ну, там еще Джарван сейчас погибнет, скорее всего, это будет барон на шорт. В итоге без Олафа будет сложновато. Джарвана здесь забирает за камбу, за клика, подходит нами. Да будет ли там телепорт, если угнарались, что можно телепорт туда сделать просто, да и забрать, на самом деле, бароны. Замерзший молот все-таки собирает поп-корн себе третьим слотом. Все, и телепорт пошел, забираем барона на шорт, и можно будет уже заглядываться на ингибитор. Севен-Джин на фомбардак бежит на барона, нужно дэпить барона. Или на крипов? Далековато. Нет, все-таки на крипов, ну ладно. Ультимейта нету нами, инициировать особо нечем, и, наверное... Волной, волной нужно сейчас украсть барона. Нет волны, нет волны, только сейчас появляется. Время есть еще, ультуй. Ультуй АМС нужно украсть барона. Ну не можно еще, вот сейчас только могу. Нажимай. Нет. Пошла волна, пошла волна, запрыгивает сюда ЭКО, забирает Владимира. Можно еще дальше сыграть ультимейт хороший. Задоджил он здесь ультимейт от Гнара. И все, нужно было чуть-чуть пораньше. Чуть-чуть пораньше. Но не было. Как бы появился, так нажал. Нет, нет, ну там секундочку прошла. Ну три секунд, да больше, больше. Да не было там трех секунд, ну камон. Ну ладно, ладно, ну тот же А7G мог бы чуть пораньше подойти. Но в итоге все равно неплохо. Забирали убийство, потому что были здесь 2 в 4. Барона своровать было практически невозможно. Но барона отдали, и теперь у Гнар барон на шорт. Теперь вообще на боковой линии будет туго. Потому что придется смещаться туда втроем. И потому что даже двоих не хватает явно для того, чтобы... Я заметил, что РХТУ зачастую на милишника кидают. И вообще сегодня команды... Тележку не ждут просто. ...эзнания власти, да, кидают на милишника. И милишник наяривает как раз вот. Ну Севир против Баннера вообще не замечает. Потому что весь физический урон, здравствуйте. Когда Севир берут крупным планом, мне прям вот сразу становится... Грустно? Да, она до сих пор хромает, уже 8-5. А, ну, немного, да. Хромота не проходит пока что. Немного у него штаны... И главный вопрос, Ваннер. Главный вопрос. Когда появится развозчик пиццы Севир, будет ли она хромать? Такую пиццу ты выберешь в ее хромах? Да. Там разные виды есть. Вначале на ПБЕ был только пепперони, но потом уже подвезли разных всяких ингредиентов. Не нравится мне, правда, Мортал Римайндер. На Севир третьим предметом все-таки, наверное, можно было ограничить с палачом. Да, при том, что здесь-то... А хотят здесь нами то же самое резать хилл. Не, ну, можно палачом было ограничиться, в принципе. Мортал Римайндер довольно много. Купи палач, купи BF Sword лишний, опять же, и деньги остаются. Ну, с другой стороны, мы видели, как Алексей в прошлой игре на Кейтлин собирал третьим слотом пробивания. Здесь, в принципе, опять два танка. Но здесь все-таки без грани бесконечности Севир, она все-таки не настолько комфортно себя прям чувствует. Но здесь легко. Т2 забирают, Гнар сейчас на центральной линии пушит, Эко наверху. Поэтому бояться нужно только Эко, того, что он кого-то ваншотнет. Если это не происходит, то, скорее всего, просто вот этот общий тимфайт, где Севир, где Владимир, где перифиженный Гнар, это все РХТУ в какой-то момент обыграет. Смещается на верхнюю линию Попкор. Здесь нужно последнюю Т2-вышку забрать. Там скоро Дракон через 10 секунд. Но Дракон пока МТУ команду не интересует. Ждут, пока Гнар начнет сайт проталкивать. И только потом уже пойдут в агрессию. Песочные часы Жони у Севенджина на Эко есть, поэтому он очень живущий будет. Багетик здесь цепанул троих, хорошо их здесь прохарасил. Комба по нему пошла, послышающий удар могут взорвать Багетика, но Кейтлин была не здесь. Алистар опять выпинывает, прожимает ультимейт, будет очень долго здесь танковывать. Ламдекор подходит, на реке начинает здесь наяривать. Севенджин прожимает ультимейт, нет у него маны, поэтому из драки нужно выходить. Комба прошла хорошая по Багетику, его забрали. Кейтлин настреливает по Аликсу, у него же нет спалшилда, поэтому по нему просто заходит Бабл и забирает его. Ингибитор падает, но по крайней мере падает один, а не два. Немного заигрались МТУ, потому что Багетик отдал Ол-Омут, просто надо было после этого отойти на самом деле и никуда не бегать. А Багетик прям пытался вернуться в тимфайт, и в итоге прибежал в самый неловкий момент, когда комба была, и просто комба подставился и после этого умер. Ну, ошибочка такая небольшая, понятно, отдают убийство, опять как в прошлой игре фактически, то есть отдали два убийства сейчас, но ингибитор забрали. В принципе, наверное, самое главное для МТУ сделано, потому что одну сторону они вскрыли, остальное будет гораздо проще. Да, но с другой стороны, знаешь, когда с бароном тебя грамотно раскачивают, лучше потерять вот так вот одну сторону, чем потерять две и никого вообще не убить. Ну, опять же, барон не вечный, ингибиторы восстанавливаются, а вот убийства, которые артефакты вам дают, они на дороге не валяются. Если есть возможность из Багетика, опять же, шатдаун выбить, то есть лишнее золото, лишнее опять у Эка два убийства появилось. То есть сейчас вот этот Эка, вот появится у него пробивание, сейчас вот уже появился Обливийный Орб, как только появится Морелла, то уже можно будет с Владимиром, на самом деле, говорить на ты. Появляется еще Палачу Околенейшна, появляется Скорострельная Пушка, то есть керри собрали уже предметы очень хорошие, прям очень хорошие. То есть Эка сейчас силен, Эка много урона наносит, Акали Нейшн тоже самое, осталось только последним. Там Внар с Ложком. Знамя власти, да, почему бы и нет, почему бы и нет, он на сайде, он в драке не приходит. Главное использовать его. Главное не на милишника. Не на маленького. На рейнджевика. На рейнджевика? Еще лучше. На прохорошенного рейнджевика. Вот на вот этого. Ты даешь рядовому, прям знаешь, ходить АК. Звание ему даешь. АК и иди стреляй, он идет, подходит и просто, знаешь, самым первым погибает. И ты понимаешь, что лучше прожимать на датчанку? Понимаешь, что неудачно инвестиции, но вот тачка подъехала, можно тачку прокачать. Прокачать тачку нужно по-любому, на центральной линии уже подходят крипы, поэтому сейчас МТУ нужно там сгруппироваться. Наверху неплохо, Эка заходит, захидывает купол, пробивает здесь Алистара, выбивает из него ульту и просто отходит. Это хорошо. И здесь еще настреливает по трапам Акали Нейшн. Багетик никого не цепанул, а песочные часы Жо не прожал. Здесь Севенджин побоялся. Это такой даун, который... А вот непонятно, чего он здесь побоялся. Может, мисклик? Багетик думал, что сейчас разкастуется со скачка. Что-то такое, возможно? Может быть, но как-то очень сумбурно было. Но здесь остается еще флажок. На верхней линии уже, я говорил, что отпушили перед тимфайтом. Но сейчас уже подходят миньоны и придется на них отправить кого-то, чтобы одевать, иначе Т4 уже будет страдать. А Знамя Власти еще не в кулдауне, поэтому здесь... Можно использовать на нижней линии, потому что уже попкорнс подходит сейчас. Крипов, пока на нижней линии нет. А у него за спиной никого? Пушили нет, за спиной пока никого нету. И вот еще раз синхронный идет пачек. То есть на боте подходит и только там секунд через 15 на миде подходит. Надо как-то подкорректировать это, иначе просто очень легко будет Архату отпушивать. Знамя Власти пошло. Вот здесь будут сейчас по вышке настреливать, и Ламбда Корп помогает своему ТОБеру. А будет ли пострелить по вышке? Сэван Джин запрыгивает вперед, но пока просто для того, чтобы отпушить крипов. Нету дезинтеграторов для того, чтобы тачанку эту сломать. Брагу здесь заходит. Да, на по вышке-то на самом деле не выстреливаю ни разу. Да, да, да. Как быть забавно звучало, но... Но прохорошенность, ну, неплохо. Рядовой на тележке он стрелял не в ту цель, в которую, в которой его нанимали. Не получается пока у МТУ как-то зайти на базу уражеской вышки, забрать. Да, нижняя линия прохорошена, но пока у них все неплохо. Пустошающий удар вейв неплохо так стопает. И Сэвен Джин с Акали Нейшном очень легко его забирать. Здесь они игнорируют Брагуса 24-го. Работают по вышке, а здесь пытались серых эту инициацию на центральной линии замудить. Но не получилось. Сейчас могут Гнара цепануть. Комба по нему пошла. Катаклизм. Зафейлен немного. Скачок хороший. Попкорс прожал, играет дальше. Сейчас Гнара будет забирать. Там мегаформой пока и не пахнет. А вот теперь уже может на стак. Сэвен Джин не получилось. Здесь Попкорс забраться. Скачка добивает его очень легко. Ламдокор и Алекс здесь могут закрыть. А твой Эко у него есть ультимейт. Может сейчас на ультимейт вернутся двоих прокарасить. Ультимейт идет по Алексу. Но там сполшил. Прекрасный Алекс выживает. Хорошая реакция. И здесь заходит Ламдокор. Пытаются Севирку задефить. Она живет, живет. Но со скачка играют ребята из РХТУ. Добили ее. И могут сейчас Драгу попробовать перевернуть. Но здесь только два танка. Идет комба по Багетику. Багетик возвращается. И он, конечно, этих танков не боится. А Кали Нейшн просто отступил. И отдал своих бойцов Брагус. Пока его не особо хотят фокусить. И вот только сейчас Багетик его добивает. Это будет три стороны. Три ингибитора. Потому что на центральной линии вышки нет. На нижней линии вышки тоже нет. И Акали Нейшн один здесь, конечно, отдефить не сможет. Или сможет. Или даже попробует. И очень неплохо дерутся. На самом деле, учитывая все-таки отставание по золоту. Находят момент, когда можно разогнать вот эту всю группу. Такую банду, которая отнимает у них одну башню за другой. И неплохо все, на самом деле, получается. То есть неплохо, но учитывая, что... Неплохо получается, но три ингибитора, конечно, теряются. Но когда у тебя просто 10 тысяч отставаний. Когда нет ингибиторов. И приходится той же Кейтлин, например. Кейтлин против Владимира не особо. Она смотрит на него. Владимир просто стоит между ней и тимфайтом. Все, и Кейтлин никуда не подходит. Потому что шаг вперед, она умирает. Шаг назад, ты уже, считай, отыгран полностью. Танки твои умирают. И после этого особо играть не стоит. Вот здесь вот, наверное, мог где-то бумеранг кинуть пораньше. То есть бумеранг что-то там вообще не залетел. Подзамедлить того же Эко. Но в итоге Эко неплохо мансил. Но здесь пошел Алекс неплохо спас. Да, если бы не он, Алекс бы просто ваншотнулся. Там еще вейв не попал, на самом деле. Если бы вейв от нами доехал до Алекса, то можно было бы, наверное, сэкономить несколько секунд. И, может быть, танки бы попроще сыграли. Но здесь Кейтлин убежала куда-то туда. На Кейтлин там дикий бегица. Да-да-да, я его видел там. Очень много вопросиков было. И если бы он остался, они, кстати, могли здесь дочистить. Потому что там один Владимир был. То есть я представляю, войскому на уровне куда-то бежишь. Вернись, помоги. Появляется четвертый слот Акали Нейшна. Сейчас он уже пробивать танков будет. Но проблема в том, что нету сейчас двух сторон. На верхней линии ингибитор, конечно, арестнулся. И здесь опять... А, ну здесь нет тачанки просто. Здесь на молодого. На Мага, на Мага. На большого просто нельзя. То есть сейчас Ненкова использует. Но вот здесь нами погибнет, скорее всего. Заходит Олаф, играет здесь под Жарвану. По нему со скачка идет комбат за клик. А нет, не со скачка. Просто все взлетело. В итоге нами не погибло. Погиб Жарван. Но это барон Нашор, с которым уже можно будет игру и заканчивать. Потому что барон Нашор, три стороны. Это ты просто стоишь в середине фактические базы. И просто ждешь, пока миньоны игру заканчивают. Если, конечно, против тебя не Тедди. А ты не с КТТ-1. Это да. Но сейчас, мне кажется, даже если ты с КТТ-1, то все равно это тебе не особо поможет. Ну, если ты Тедди, тебе тоже это поможет. Потому что с КТТ в плей-офф может и пройдут. Но это мы узнаем только через несколько дней. Не сегодня. Это да. И сейчас усиление обороны. Владимир возвращается на базу. Но у него есть расхитая книга заклинаний. Можно взять и телепорт. Так, пошел ультимейт. Пошел ультимейт. Погет. В короте задоджил. Раз. Идет хороший телепорт от багетика. Но не будет призрака в этой драке. Но особо, возможно, и не понадобится. Ультимейт у Севера еще нет. Не могут они прямо разогнаться. Как-то размансить. Но половину здоровья просто теряет от Владимира. И потихоньку, потихоньку подходит почти к КТТ-1. Ой-ой-ой-ой. Багетик. Что творит багетик? Али Нейшн просто взорвал эту Кейтлин. И еще доджит бабл от нами. Работает пока на УЕ. Сейчас еще подхилится. Протаремень в другую сторону немного. Но, возможно, так и задумывалось. И сейчас, конечно, падает команда РХТУ. Севен Джин здесь пытается что-то разыграть. По предметам, на самом деле. И все. И это конец игры. Командир РХТУ проигрывает, да. МТУ выигрывает 2-0. РХТУ отправляются домой с семью сундуками. Со всем остальным, что написано в статье. Я, честно говоря, не помню, что дают за топ-5. Топ-5-8. А вот МТУ уже в субботу сыграют с Уральским федеральным университетом. За выход в финал. И выглядят они сегодня очень, на самом деле, очень стильно. За счет своих сильных солейнеров. Прямо разыгрывают, разгоняемся. После этого спокойно мидгейм переходим. Вижен контролируем. Забираем барон-канажеры. Все очень хорошо. Осталось только пофиксить то, когда они отдают лишнее убийство. И тогда будет прям вообще главный, может быть, претендент на победу вообще в битве университета. Видите вы, дорогие друзья, на экранах таблицу. Уральский федеральный университет 2-0 победил ЧГУ имени Ульянова. И МТУ уже не 1-0, уже 2-0. И они проходят дальше. А РХТУ, конечно... Старались. Неплохо играли в обороне. Пытались, но все-таки рано проседать не стоит. Если к следующему сезону Early Game подфиксить, можно претендовать не только на топ-8, а вообще на топ-2, топ-4, топ-1. Кто знает. Потому что задатки есть. Играем неплохо. Осталось только... Самое главное, что деремся неплохо. Чтобы Сион Дорвинг не попал в начале. И тогда заиграем. Да, дорогие друзья, вот такие вот дела, такие сегодня были матчи и для вас комментировали. Арман Вандерфоловагян, Дмитрий Зак Антихайп, Кулькин. Такой вот Кулькин. А на сегодня у нас все, дорогие друзья. До свидания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...